Доброго времени суток, девочки и мальчики. Пришел я вам рассказать, какие игры будут на новогодних матчах с подписчиками и когда эти матчи пройдут. Если вы старпер канала, то, наверное, вы знаете, что каждую новогоднюю неделю мы собираемся играем всю новогоднюю неделю с подписчиками во всё, что только можно, да. На этот раз дни будут распределены немножко по-другому. Будут матчи до нового года, будут матчи после нового года. В общем, дни, когда будут проходить матчи с подписчиками, следующие. 27 декабря, 29, 30 декабря, потом 2, 3, 4 января и затем 9, 10 января. Считайте, 8 дней, ничуть не меньше, чем в прошлые года, так что никто, я думаю, не пострадает. Теперь игры. Игры и точное время вы сможете найти, точное время начала матча с подписчиками, вы сможете найти на моей странице на Твиче, куда будет всё стримиться. Потом, естественно, матч с подписчиками заявлю на канал. Но, блин, если вы хотите поиграть, то вам нужно зайти на стрим и там всё прочекать, чтобы... Ну, просто удобно было, чтобы вам заходить. Я считаю, что через чат как-то связываться Твича будет удобнее, чем если там вы будете добавляться куда-то и прочее. В общем, вы поняли. Так вот, 27 декабря будет Payday 2, всё дело начнётся в 14 по Москве. Star Wars Battlefront 29 декабря и 30 декабря матчмейкинг CS GO. Время приблизительное. Начало всех баталий вот этих вот. 16.00 по Москве. Ну, чтобы там... Люди... Не знаю, пришли со школы, с универа, откуда вы там приходите с работы. Вот, Star Wars Battlefront, мы соберём команду из 8 человек и будем играть против кого-нибудь, да, потому что по-другому там нельзя. А в CS GO матчмейкинг, чё это такое, если вы вдруг не знаете. Есть там режим 5 на 5, вот мы соберём команду из меня и ещё 4 человека, будем играть, потом поменяем команду. Ну, вы поняли, то есть в пятером будем играть против каких-то рендомов, которых нам подберёт игра. 2 января Hawking, это фри-то-плей игра, в которую могут поиграть все, кто захочет, даже покупать не нужно будет. Там мы соберёмся 6 на 6 и поиграем. 3 января Sanctum 2, может быть пройдём на последней сложности, там, со звёздами разными и так далее. Посмотрим, какие там условия будут, потому что проходить всё это в кооперативе на лёгкой сложности будет не очень интересно. 4 января будет F1 Race Stars, это картинговая гонка, что-то в духе Sonic and All-Star Racing Transform, который мы с вами осиливали на прошлых матчах с подписчиками, на каких-то там, но немножко... Да нет, по сути, то же самое. Все картинги, они почти одинаковые, меняются только оформление, да. 9 января Need for Speed Hot Percy 2010 года, там клёвый мультиплеер, и я сколько раз говорил про эту игру, то, что её стоит брать ради мультиплеера, если она у вас где-то валяется, там, пылится, то, наконец-то, вы сможете смахнуть с неё все возможные свои пыльные остатки, да, и повыносить кого-нибудь за полицейских, или наоборот, погоняться за кем-нибудь в качестве полицейского. И 10 января, как и в прошлых матчах с подписчиками, или на прошлых матчах с подписчиками, мы завершим всё дело мясом в CSGO, создадим сервер с правилами Deathmatch, соберёмся 10 на 10, будем выносить друг дружку. Ну, в общем, если вы не представляете, что это такое, можете посмотреть запись предыдущих матчей с подписчиками, что там и как там. Вот и всё. Если вы что-то прослушали, или там, боитесь забыть расписание, записывать ничего не нужно, можно зайти, опять же говорю, на страницу твича, и там всё прочекать. Там всё написано с более точным временем, чем сейчас я вам сказал. Ну, вот там время, вот если вы хотите узнать точно время начала матча с подписчиками, то заходите туда, как и в принципе и дату, проведение и прочее. А у меня всё, спасибо за внимание, надеюсь всех увидеть и покупайте там игры, которые вы услышали, да, которых у вас нету, на распродаже в Steam, который стартует 22 декабря. Хотят покупать толком, нечего, разве что. F1 Race Stars, Sanctum 2, да, кстати, Sanctum 2 DLC купите, если у вас нету Battlefront в Origin, Payday 2, думаю, уже у всех есть, ну, может быть, Need for Speed Hot Percy 2010 вагон, он без скидки стоит 300 рублей, со скидкой, я думаю, 150 будет стоить, по крайней мере, в российских рублях. А так, я думаю, всё уже у людей есть, которые играют в перечисленные мной игры, тем более есть и фри-то-плей. Ну, вот, видите, да, не только шутаны есть, но есть ещё какая-то стратегия, да, есть кооператив, есть шутаны, да, там мультиплеерные, есть шутаны мультиплеерные, в которые мы будем играть против рандомов, да, скоперируемся, будут шутаны, в которых мы будем выносить друг дружку, есть фри-то-плей шутаны, есть гонки, в общем, я пытался составить список такой, чтобы удовлетворить всем, ну, в том числе тем патронам, которые на patreon.com задонатили мне там определённую сумму, и в качестве возможности перка у них был выбор игры на очередные матчи с подписчиками, вот, тут три игры тоже от них есть, но они шикарно вошли в общий список, я считаю. Всё, с инфой, ещё раз спасибо за внимание, приходите, twitch.tv.lnr, ждём всех.